Это итоговый выпуск в студии Анастасия Дорогана в ближайшие полчаса о главных событиях недели. Целая серия происшествий с детьми случилась на этой неделе. Множественные травмы получил 13-летний мальчик из-за обрыва троса на веревочном парке в Барнауле. Три позвонка на батуте сломала девочка, опять же, из краевой столицы. И трое детей из Первомайского района отравились грибами. Все пострадавшие госпитализированы. По первому из происшествий, падению мальчика с высоты 6 метров на веревочном парке уже возбуждено уголовное дело. Расследование ведется по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни. Владельца парка три дня назад задержали и сейчас готовится ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения. Назначены судебные экспертизы. Отметим, данное дело находится на контроле главы следкома страны. Веревочный парк временно закрыт. Началась прокурорская проверка по ЧП на батуте, которая случилась в индустриальном районе Барнаула. В надзорном ведомстве обещают оценить, насколько в детской игровой соблюдались требования по техническому состоянию и эксплуатации аттракционов. У пострадавшей девочки сломано три позвонка и три недели ей предстоит провести в больнице. Накануне из реанимации в общие палаты перевели детей, которые отравились грибами. Известно, что ели они их вместе со взрослыми, после чего с признаками отравления и попали в больницу Барнаула. У взрослых какого-либо ухудшения самочувствия при этом не наблюдалось. По данному факту также проводится проверка назначенной экспертизы. Четыре алтайских вуза, в том числе и бийские, начали принимать студентов по программе молодежного туризма. Это новый федеральный проект, который опробовали в прошлом году, а в этом запустили полноценно. По нему студенты и молодые сотрудники вузов могут путешествовать по всей стране, проживая в общежитиях учебных заведений, которые к тому же участвуют и в разработке туров для приезжих. Много ли студентов устремилось в наш регион? Какие условия готовы им предоставить университеты края? И об особенностях новой турпрограммы в сюжете Елены Макаренко. Вот наша стандартная жилая комната, общежитие номер 2, АЛТГТУ. Стандартный набор мебели – это кровать, полка, тумбочка, стол. То есть вот есть все для приема студентов. Шесть из семи студенческих общежитий Алтайского технического вуза рассказали его сотрудники, готовые тем летом принимать студентов со всей страны по программе молодежного туризма. К ней политех, правда, только подключился и пока поступило лишь две заявки. Одну из них подала студентка Омского педагогического вуза. Барнаул стал транзитной точкой на обратном пути из Горного Алтая. И город, и условия проживания в студенческом общежитии девушке понравились. К слову, сутки стоят 300 рублей. У меня комната двухместная, но у меня соседки никакой нету, поэтому у меня все прекрасно. Вода, вся техника. То есть я вчера долго думала, где найти утюг, а потом я открываю шкаф, оказывается, там и утюг есть. Политех готов предоставить до двух тысяч мест одновременно. Если спрос будет массовым и студенты начнут приезжать группами, обещают решить вопрос с питанием и разработать тур. Мы ставим срок до двух недель для одного студента. Пока у нас готового тура по Алтайскому краю нет. По городу Барнаулу мы готовы предоставить экскурсию. Несколько туров по краю уже сегодня готов предложить классический университет. АГУ второй раз принимает участие в новом проекте. В 2021 он вошел в число пилотных в стране. За год программу вуз доработал и сегодня принимает студентов не только по индивидуальным, но и коллективным заявкам. За каждой группой закреплен студент-тьютор, который отвечает за отдых. Он может организовать как бесплатные, так и платные экскурсии. Первые проводят учащиеся географического факультета, либо волонтеры вуза. Во втором случае не обходятся без услуг сторонних организаций. Если же есть определенный бюджет и есть потребность, например, съездить в город на Алтай, или же какие-то платные экскурсии по городу, то мы точно так же сообщаем контакты, либо включаем их в туры. Есть разработанные туры для организованных групп. От трех дней до семи дней. Вот Кемерово как раз таки прилежает по такому. За этот сезон в АГУ поступило уже больше 150 заявок из разных регионов. И вуз вошел в число самых востребованных в стране. Причин тому, по мнению руководства, несколько. Гости могут отдохнуть на базах учебных практик в Чемале, Черыше, на озере Красилово и проживать довольно комфортных условиях. Всего за 71 рубль в сутки. Две кровати, постельная, тумбочка, шифонер. То есть все для прорывающего. Правда, одномоментно АГУ готов предоставить всего 500 мест для проживания. Зато с помощью нового проекта поездками в другие регионы вуз поощряет победителей университетских игр, отличившихся студентов и лучшие группы. В числе последних в Новосибирске недавно побывала студентка первого курса. Это прекрасная возможность посетить другие города России. Я вот сама планирую полететь в Москву и жить тоже по студтуризму, по этой программе, потому что это очень удобно, выгодно, особенно для студентов. Замечательная возможность. Воспользоваться ею могут, кстати, не только студенты, но и сотрудники вузов младше 35 лет. В программе участвуют больше 100 высших учебных заведений страны практически со всех уголков России. Правда, в Алтайском крае, помимо Политеха и АГУ, к проекту подключились только Институт культуры Ибийский гуманитарно-педагогический. В остальных пока не созданы условия для приема гостей. А между тем, молодежный туризм – весьма перспективное направление, считают эксперты. С одной стороны, он позволяет бюджетно путешествовать молодым, с другой – повышает туристическую привлекательность регионов в целом. А это не только имидж, но и дополнительные деньги. Ну а теперь к теме авиаперевозок. 31 июля стартует полетная программа из Перми в Барнаул. Для краевой столицы это направление новое, но самое главное – рейс будет субсидированным. Моя коллега Ирина Корчагина расскажет, какие еще субсидированные рейсы действуют в нашем регионе, можно ли будет сэкономить на билетах и кто за все это заплатит. Пермь – Барнаул. Новый субсидированный рейс стартует уже 31 июля. Стоимость билета на человека в одну сторону составит 2843 рубля. Сегодня в Алтайском крае всего действуют 4 субсидированных рейса – Екатеринбург, Казань, Новосибирск и Красноярск. Самое популярное направление из Барнаула – Новосибирск. Столица Сибири служит еще и стыковочным рейсом, открывающим для нас Хабаровск, Владивосток и не только. А вот самый первый субсидированный рейс из Барнаула появился еще 7 лет назад – в Томск. Казань, Екатеринбург, наши сибирские города – Омск, Новосибирск, Красноярск. Нужно связать авиаперелетами. Пожалуйста, государство говорит 92,5 миллиона рублей на эти цели. Такое количество субсидированных авиарейсов и более 900. Берите, осуществляйте перевозки. Делайте дешевле, билеты. Мы вам компенсируем эту разницу. Вместе с этим более доступны вот эти путешествия для жителей наших регионов. Порядок субсидирования следующий. Сначала регионы договариваются о софинансировании, открывают рейс. Авиакомпания, получив гарантии о том, что в бюджете предусмотрены средства, защищает в Росавиации расписание и получает субсидии из федерального бюджета. А вот пассажир получает фиксированную стоимость авиабилета. Это налаживание таких экономических связей, доступность перелетов межрегиональных. В этом году дополнительно с августа начнется еще субсидируемый рейс на Омск. Порядка 65 тысяч пассажиров пользуются этими услугами ежегодно. Сумма на этот год предусмотрена 100 миллионов рублей. И в наш край прилетают, особенно летом. Ну и мы пользуемся тем, что есть возможность доступного транспортного сообщения. Еще раз 65-70 тысяч жителей Алтайского края ежегодно пользуются субсидированными рейсами. Не меньшее количество пассажиров едет и к нам. Центральная Россия активно сюда путешествует, вообще в Сибирь, в том числе и в Алтайский край. Мы интересны Казани, мы интересны Уралу в том числе. Мы сегодня богаты на впечатления, и Алтайский край действительно интересен путешественникам, потому что может предложить практически, не знаю, начиная от гастрономического туризма, заканчивая медицинским на любой вкус. Специалисты заявляют, что субсидированные рейсы могут не только сделать путешествия доступнее, но и, что важно, поддержать авиакомпании в условиях санкций. Ирина Корчагина, Алексей Фризин, День с толком. Алтайские сельхозпроизводители целыми районами переходят на биопрепараты вместо ядовитых пестицидов. Это нам сообщил председатель Краевого союза пчеловодов Сергей Тастан. А именно ядохимикаты каждое лето становятся причиной массовой гибели пчел. И этот сезон не стал исключением. По словам мужчины, пользователей биопрепаратов в регионе становится больше на несколько десятков процентов в год. Ведь это выгодно самим сельхозпроизводителям. Об этом мы и поговорили с руководителем союза пчеловодов Сергеем Тастаном. Теперь сельхозпроизводитель, чтобы есть закон о зеленой продукции, так называемой, с улучшенной качественными характеристиками. И с 1 сентября все аграрии, пчеловоды в том числе, могут получать господдержку. А господдержка любая, в любой форме, она должна подтверждение иметь, верификацию слова, да? То есть подтверждение, что действительно на этих полях ничего не применялось или применялись и только биопрепараты, да? То есть, а чем подтверждать? Как? На словах это нереально, да? Государство, чтобы выделить господдержку, оно будет требовать подтверждения. А это государственные программы. Поэтому мы говорим, что мы работаем и действуем в рамках законов и в рамках государственных информационных систем. Это не какой-то WhatsApp или Ветчат какой-то, где там координаты никто никогда не определит. Как может пчеловод в WhatsApp, обработка будет там или в газете объявления с такими-то координатами. И как определить расстояние до пасеки или до этому аграрию даже выгодно, чтобы себя обезопасить, изберечь пчел для того, чтобы мы они опылили, чтобы он получил урожайность выше? Это же выгодно для агрария. Сколько Алтайский край за три года начал получать биопрепараты, то практически на 30% ежегодно идет увеличение применения биопрепаратов. Люди начали понимать, потому что если не убили биоту в почве, ядохимикатом, и почва не мертвая, а живая, значит биота в почве, она сама производит удобрения, микроэлементы. Значит, меньше надо вносить удобрений. Если не убили энтомофагов, хищников, которые борются с вредителями, значит, меньше надо ядохимикатов для борьбы с защитой растений. Если не убили опылителей, то значит, больше урожайность. Если сельхозпродукция качественная, экологическая или органическая, то он ее продаст как минимум на 40% дороже, а как максимум в два раза дороже. Так экономика для агрария где? Надо дружить с пчелами и пчеловодами. Мы 7 лет назад совместно с управлением лесами леса обработали биопрепаратами, и 7 лет у нас в лесах не было вредителей. А вредители он же кушает и дикоросы, и те же, ну, сами культуры, да, лесные культуры. И что получается? Если бы обработали на примере, как в других регионах, и Башкирии в том году, и вот Красноярск, и Томск, ядохимикатами, то в принципе какие там грибы, а какие там ягоды потом, когда это все нельзя применять в пищу. Это первый класс. Ядохимикаты. А есть ядохимикаты, которые применяли еще в Вьетнаме. Фосфороорганика, боевые отравляющие вещества, и вот в Шупуново у нас случай был, именно применение фосфороорганики, которая до еще с самолета. Погибло все вокруг. Люди пострадали. Вот в этом году в Калманке, в Усть-Калманском районе вернее, Новокалманка, три человека пострадали. Давайте о людях заботиться. Инициативу алтайских депутатов об усыплении агрессивных бродячих собак опротестуют в ближайшее время. Об этом нашему телеканалу заявил депутат Госдумы Владимир Бурманов. Ранее в своем телеграм-канале он жестко раскритиковал предложение парламентариев нашего региона проводить так называемую гуманную эвтаназию. Реакция подписчиков, в том числе и жителей Алтайского края, снова неоднозначная. За всей этой шумихой почти незамеченным остался факт регистрации в Барнауле первой независимой организации «Найденыши-22». Ее участники, а это больше полутора сотен жителей из разных уголков края, за свой счет занимаются отловом животных, их стерилизацией и придержкой. Они также намерены противостоять идее об эвтаназии бродячих собак. Специальный репортаж наш Елена Макаренко. Елена Макаренко Три бездомных пса рядом с работой Елены. Женщина, которая заботится не только об этих собаках и которая недавно зарегистрировала независимую автономную организацию «Найденыши-22». Это стало логическим продолжением деятельности неравнодушных людей, которые вот уже два года спасают бездомных животных. «Нашей группе будет в августе два года. За два года мы пристроили более 700 животных. То есть животные были стерилизованы, вакцинированы, пристроены куда-то в дом либо в квартиру по всему Алтайскому краю. Случаи были так. Также мы возили в Республику Алтай, в Новосибирскую область». Новые организации, всего лишь юридический статус и чат в мессенджере. Нет ни помещений для животных, непостоянных спонсоров, но есть общая благая цель – помогать бездомным братьям-меньшим. В свободное от работы время одни занимаются отловом, другие фотографируют и выставляют посты о помощи, третьи, как правило, пенсионеры, закупают корм и пристраивают животное. «Вот живет кошечка в подвале, она родила котяток. Срочно котяткам нужна передержка, а кошечку с бортом на стерилизацию нужна ей. Если она дикая, на послеоперационный период тоже передержка небольшая. Потом будет кошечка выпущена в подвал, если она дикая. Если не дикая, то желательно до пристройства». На стерилизацию и лечение волонтеры скидываются. Нередко снимают даже жилье для животных, которым нужно время на физическое восстановление или психологическое после издевательств живодеров. Люди дежурят по очереди, спасая бездомных, которых обязательно пристраивают в добрые руки. И даже после этого единомышленники отслеживают судьбу своих найденышев. Если животным обращаются плохо, ему ищут другого хозяина. «Были такие случаи, когда мы представили и слепых животных, и животных-спинальников, которых сбивали, находились добрые люди, они за ними ухаживали. И собака с какими-то психическими расстройствами, психические от хозяев, которых били, избивали, издевались». Семь сотен животных в крае за два года обрели дом. Еще сотни остаются бездомными, но они сыты и стерилизованы, а значит, не будет новых бродячих кошек и собак. Благодаря неравнодушию обычные люди, по сути, организовали эффективно работающую службу помощи бродячим животным. И они уверены, что вопрос с агрессивными собаками тоже нужно решать гуманно, а не с помощью эвтаназии, то есть принудительного усыпления животных. К слову, такого же мнения придерживаются не только зоозащитники, но и депутат Госдумы Владимир Бурматов. «Не бывает гуманно и эвтаназии. Убийство есть убийство. Ну, как бы, ведь если те, кому не понравится вдруг решение алтайских депутатов, начнут призывать к их гуманно и эвтаназии, ну, а депутаты же разнутятся, это противоречит федеральному закону. И в это должна сразу вмешаться прокуратура и, значит, обратить внимание на противоречие этой инициативе федеральному законодательству». Владимир Бурматов рассказал, что решения алтайских депутатов в ближайшее время будут опротестовывать. По его мнению, оно аморально, а главное, не способно уменьшить число бездомных животных. Депутат Госдумы посоветовал алтайским парламентариям съездить на экскурсию по приютам для животных в Нижний Новгород, где, по его словам, за три последних года популяция бродячих собак снизилась в два раза. При этом ни одно животное принудительно не усыпили. В нашем же регионе к такой мере многие люди относятся почему-то лояльно. «Как часто, по-моему, обращаются с тем, чтобы усыпить животное?» «К сожалению, ну, часто». «Надоело животное?» «Да». «И они приносят». «К сожалению, да». «К сожалению, да». То есть такие случаи даже на неделе бывают от одного до трех раз. Люди говорят, ну, знаете, мое животное, что хочу с теми делаю. Это неправильно. То есть нужно обязательно врачу донести человеку, что правильно, а что нет. И просто так усыпить животное, врач, я думаю, тоже не имеет права. Для эвтаназии есть определенные правила, когда они действуют, что можно животное усыпить. Это либо там травмы, несовместимые с жизнью, либо это онкология уже в крайней степени. И защитники, и депутат Госдумы убеждены, что отношение к животным – это отражение общей картины нравов. И пора уже, наконец, от средневековых методов переходить к гуманной системе работы с четвероногими. Выделять деньги не на убийство, а на строительство приютов и поддержку зоозащитников. Это очень больная тема, потому что, ну, каждое животное, мы над ним плачем. Мы спасаем всех, и тех, кого сбивают машины, над кем сбиваются люди. Мы, как бы, не шизики, да, у нас есть у всех семьи, дети, мужья работы, у нас не живет дома по 30-40 собак. Ну, как бы, мы такая невидимая часть нашего города, которая за счет своих средств, каких-то сборов, минимальных каких-то спонсоров, мы стараемся сделать максимальную работу. К слову, опыт организации «Найденыши» решили изучить на федеральном уровне. 18 августа представители алтайской организации полетят в Москву на встречу с депутатом Госдумы, где выскажут свои предложения о решении злободневной проблемы. Они надеются, что их организации, возможно, тоже будет оказана помощь. Елена Макаренко, Алексей Фризин. День с толком. В следующем году власти Барнаула должны приступить к реализации масштабного городского проекта «Зеленый каркас». Если говорить просто, то с помощью него в краевой столице должно стать больше зелени, цветов, кустарников и, конечно, деревьев. Интересно, что в 40-50-х годах прошлого века Барнаул был очень зеленым. Тогда за год высаживали несколько десятков тысяч деревьев. В специальном репортаже Анастасия Наборщикова расскажет, каким Барнаул был и каким он может стать. Изумрудный парк Октябрьского района. В округе проживают около 100 тысяч человек. Еще лет 5 назад здесь никого не было. Разве что маргиналы и экзибиционисты. Это история нулевых годов. Но сегодня парк реконструируют. И уже понятно, для одного зеленого места людей с избытком. Да это лучший парк у нас в городе. Других нет? Есть, но таких нет нигде. Ой, а мы вообще с индустриального района приехали сюда погулять, потому что у нас не так много в городе, к сожалению, мест для прогулки вот таких вот больших. Когда мы этот проект реализовывали, мы его рассматривали именно как полигон для отработки технологий развития общественных пространств в городе. Да, парк перегружен. Людей очень много. Это, конечно, меня радует, но в то же время я понимаю, что это следствие того, что в городе действительно катастрофически не хватает нормальных парков для отдыха. И я хотел бы надеяться на то, что все-таки такие парки появятся. Изумрудный – это часть зеленого каркаса Барнаула, масштабного проекта, который должен соединить скверы, парки и аллеи города, а еще наполнить его велодорожками и площадками для выгула собак. Эту концепцию создали ученые Алтайского госуниверситета вместе с архитекторами. Назвали «Барнаул – зеленый город». По задумке, любой должен добираться от дома до кусочка природы в городе всего за 15 минут. Заказчиком стал глава администрации Вячеслав Франк. Если мы не поймем сейчас, как нам двигаться и в какую сторону, то, соответственно, мы не знаем, что конкретно делать. Потому что все вот эти мелкие какие-то разрозненные работы, которые ведутся, они в конечном итоге на самом деле в пазл не соберутся. Ну, они могут не собраться. Вот если мы возьмем один скверик, сделаем отдельно, другой скверик сделаем, сделаем какую-то велодорожку там, которая ни с чего не начинается, ничем не заканчивается, то в конечном итоге вот эта штука, она на самом деле в пазл не соберется. Андрей Таджанов – это архитектор. Ему заказали научно-исследовательскую работу, и он ее выполнил, изучив при этом немало научных работ и законодательных актов. В феврале Таджанов презентовал свой проект, потому сегодня для главы Барнаула Вячеслава Генриховича не секрет, что отсутствует благоприятная городская среда. Есть вечные конфликты между застройщиками и барнаульцами, которые буквально бьются за зеленые зоны. А еще есть изношенность природного каркаса прошлого века. То есть давайте представим, что мы с вами оптимисты, у нас, оказывается, есть опыт. Эта аллея – это история все-таки советская. Да, конечно. Это вот именно в 30-е, 40-е, 50-е годы, когда в Барнауле происходила так называемая «зеленая революция». Ну, это я такой термин ввожу. Достаточно привести одну цифру. В 1950-м, кажется, году только за год было высажено 250 тысяч деревьев. Тысяч. За год. В 1951 году только парк Меланжевый, ну, то, что сейчас изумрудный, был увеличен на 11 гектаров. Еще раз. В 1951 году высажено 200 тысяч деревьев и кустарников, а вот в 2021 всего полторы тысячи. Историки-архитекторы говорят, что советские власти реализовывали идею города-сада, которую создали еще в Российской империи. В свое время она провалилась. Это была Россия начала 20-го века, то есть революция, гражданская война и пожар 1917 года в Барнауле. Людям стало негде жить, какие там парки. Но революционеры национализировали землю. И спустя какие-то годы идея города-сад вновь стала интересна. Барнаул, правда, за полвека стал зеленым. Но наступили 90-е. Хлеб, молоко, мясо. Грубо говоря, в 90-х годах, то есть, вот мы, был этап, когда вот действительно было, в первую очередь, надо было обеспечить питание населения страны. К 90-м годам часть деревьев просто достигла такого периода возраста, когда становится, то есть, оно гибнет. То есть, оно ломается, его надо либо спиливать, либо, если его не спилить, оно само рухнет. Мы не случайно рассказали об истории озеленения Барнаула, потому что сегодня к администрации Барнаула есть вопросы. Проект зеленого каркаса презентован и уже как пять месяцев, но не будем об этом, потому что у барнаульцев есть запрос на озеленение и вообще мировой тренд на дикую природу. А у нас до сих пор, как в Союзе, высаживают деревья в ряд. И вообще, обрезкой деревьев, то есть, кронированием, занимаются либо простые рабочие, либо люди без лицензии. Профильное учреждение, созданное администрацией города, именуется муниципальным бюджетным учреждением благоустройства озеленения. Но, помимо этого, еще в городе большое количество граждан, юридических лиц получают разрешение на снос, обрезку, санитарную обрезку зеленых насаждений и выполняют собственными силами. Они совершают обрезку деревьев, и что у нас вообще по нормам всего лишь 30% можно веток обрезать. То есть, они знают, как кронировать, потому что просто так обрезать же тоже нельзя, дерево может перестать расти. Общий численный состав организации составляет порядка 120 человек, а именно о наличии профильного образования, но это тоже, опять же, давайте уточним. В пресс-службе уточнили. Оказывается, таких рабочих всего 5 на весь город. Сносом и обрезкой деревьев занимается 4 рабочих. Зеленого хозяйства 6-го разряда под руководством начальника службы по сносу и обрезке зеленых насаждений. Специалист 6-го разряда, это специалист, наверное, самого высокого уровня, который сегодня может быть, работать в данном предприятии. То есть, и начальник, у начальника, значит, спецобразование. Вы видите, как у нас в Барнауле кронируют деревья. Насколько адекватно все происходит? Ну, обсуждать, грубо говоря, адекватно, неадекватно, то есть, это тут вопрос, наверное, больше к администрации. Есть мнение, что зеленый каркас задаст новый подход к работе. Мэрия Барнаула уверена, город будет меняться. Чаще всего у нас посадки были рядовые. Это что значит? Ну, то есть, в одну линию высаживаются зеленые насаждения. Это в основном речь идет о крупномерах. То концепция нам предлагает многоярусное озеленение. Ну, вот, например, предлагается по проспекту Лейна в районе мест и зон отдыха, там, где стоят скамейки и парковые диваны. Вормить это все кустарниками. Здесь нужно подчеркнуть, что озеленение должно стать комплексным и продуманным. Уже сегодня специалисты, медики и биологи согласны с выводами, которые делают климатологи. Барнаул все чаще перенимает какие-то черты резкоконтинентального климата. Если коротко, вот что говорят специалисты. Если озеленение в городе будет уменьшаться и становиться его качество хуже, но мы получим неблагоприятную для жизни среду в городе. Мы получим скучный город. У него будет другой климат, другой режим. Больше будет здесь ветра, будет больше солнца, больше будет мороза и так далее, и так далее. То есть, в принципе, получится, что мы просто-напросто будем жить не так комфортно, как если бы мы жили в городе-парке. Предложение это на самом деле глобально. Оно такое вот одно, чтобы было больше парков, чтобы они были в пешей доступности. И чтобы у людей не было проблем с транспортом и со здоровьем. Застройки идут ужасно, вырубаются деревья. Вроде тенденция есть, что озеленять город. А с другой стороны, мы видим, что то там, то там деревья под корень срезают. Мне нравится, когда много деревьев, много везде озеленения, особенно где вот новостройки, там бы я еще посадила. Я вижу, что ничего не меняется, становится только хуже и все. Сейчас зеленый каркас, вот в том виде, в котором его предлагает Атаджанов, в том виде, в котором, может быть, там его видит городская администрация, не реализуем. Это нереально. Это земель, вопрос землепользования с сотнями, если не тысячами различных собственников. Почему в начале 20 века город-сад смогли реализовать, попытаться реализовать только после революции 17-го года? Потому что революция национализировала землю. И возникла возможность это сделать. Почему в советское время высажено было такое большое количество деревьев, создано парк и скверы? Опять же, государство, оно и решало, что где будет. Конечно, когда вот это дом на дом прям наставляют, сложно становится озеленять. Но вопрос о том, что посадить дерево сложно. Ну а посадить многолетними кустарниками, либо многолетними цветами, никто же нам не запрещает, потому что места там уже хватит. Концепция принимается к реализации. Она берется на вооружение администрации города. Много поправок будет в проект? Так в том-то и дело, что концепция принята в том виде, в котором она на сегодня и была нам предоставлена разработчиками. Как оценивается это миллиарды? Реализация концепции, у нее нет расчетной стоимости по реализации. Я еще раз говорю, это вектор сохранения существующего каркаса и приумножения зеленых территорий. Это не четкий перечень с ведомостью объемов работ, что здесь посадили. Но вы как человек, который будет это все реализовать, можете же представить суммы, сколько придется тратить? Конечно же нет. Хорошо, работа на следующий год, во сколько оцениваются? Вот сейчас бюджет, вы говорите, будете выставить. Объем муниципального задания у нас по нашему МБУ, он составляет около 150 миллионов, но это у нас в том числе идет и зимнее, и летнее содержание, уборка от мусора. Будут ли отстраивать зеленый каркас? Да, будут. Это заявление вы только что услышали от мэрии. Но у людей, которые в теме, возникают вопросы и даже сомнения. Поэтому одно знаем наверняка. Начинать нужно сегодня, иначе что мы оставим им? Владельцы практически каждого зарубежного авто уже испытывают проблемы с запчастями и комплектующими. Их поставки с запада прекратились, а альтернатива в виде китайских аналогов радует не всех. Автомобилисты в шутку называют их одноразовыми. Не дать российским дорогам встать может воскресший из пепла «Москвич». Его выпуск обещают возобновить в России в этом году. Но не все так просто. Дмитрий Дроздов разбирался в теме. «Москвич» достался Павлу Орлову по наследству. Дедушка передал ему свое авто еще до рождения внука. Вдора как память семейная больше. Сейчас в основном использую как на выходном дне. В принципе тоже машина эмоций. Комфортно, уютно. Таких как Павел, любителей раритетной машины в Барнауле не так уж и мало. Парни даже создали свой клуб. Катаются на «Москвичах» по выходным и ездят на выставки. Кстати, Алтайский край занимает второе место в стране по числу москвичей у населения. Их по нашим дорогам ездит почти 13 тысяч. Больше лишь в Москве. А вообще в России зарегистрировано неполных 200 тысяч таких авто. В 2022-м «Москвич» чувствует себя не менее уверенно. Если в прошлом веке эта машина считалась признаком достатка, в веке 21-м ее любят за эксклюзивность и недорогое содержание. Простой, надежный, технологичный и легкий в ремонте при этом автомобиль для простых семей. В советское время была система, когда взаимозаменяемые запчасти были. То есть можно было от одной машины на другую. Уже когда пошел 41-й «Москвич», от этого совершенно отошли. Запчасти пошли сразу только на нее. На другие машины они уже не подходили и от советской системы отошли. Поэтому здесь все свое, все, как говорится, родное. Это один из трех автосервисов в Барнауле, где занимаются редкими авто. Мастера ищут запчасти на «Москвич» в других городах и даже странах. Вручает то, что качество родных запчастей «Москвича» отменное и служат они много лет. В нашей экономической ситуации этот фактор может вновь поднять народную любовь к отечественному автопрому. Ведь проблемы с запчастями и комплектующими нам подтвердили почти с каждой зарубежной маркой. Сейчас вот мелочевка еще осталась. И стекла, и уплотнители, и двери. У меня было по 40 дверей каждой стороны. То есть вагон как пришел, уже последний вагон с запчастями. И вот мы продавали. По данным федеральных СМИ, до конца года в стране должны вновь начать выпуск «Москвича». Делать это планируют на базе «Рено», который перешел в собственность Москвы. Но не спешите радоваться. Такого же антуража 80-х, 90-х уже не будет. Мы не собираемся выпускать старые модели. Мы собираемся выпускать самые современные модели с переходом на электромобили. Но, конечно, нам понадобятся и международные партнеры для этой работы. Потому что с ноля создать отечественный автомобиль своими силами невозможно. На заводе планируют выпускать автомобили по примеру китайской модели «Джак», но под маркой «Москвич». Судя по всему, от изначального автомобиля останется одно название. Внешне авто будет схожий с «Рено Логан». Внутренности, судя по информации в СМИ, будут китайские. И, к слову, сейчас из-за санкций авторынок наполнен запчастями Поднебесной. Но по отзывам автомобилистов, эти детали служат год, в отличие от пяти лет западных аналогов. Насколько качественной получится новая старая машина? И завоюет ли она сердца россиян так же, как ее предок? И огонь и воду прошли на нем. Я считаю, что это самая лучшая из 80-х, 90-х годов лучшая модель. Дмитрий Дроздов, Алексей Фризин, Дмитрий Денисов. День с толком. А на этом у меня все. Телефоноши редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи.